Воронежа Если у кого-то есть дом пустующий Но есть все-таки Многие приходят и говорят адреса, телефоны Куда позвонить, связаться Берут, кому-то размещают Кто-то к себе берет Бабушка приходила, приносила номер телефона Не знаю там как Вот так вот А сюда, на пункт приема Какие люди приходят? Что приносят? Что говорят? Да приносят все Приносят белье, полотенце, медикаменты И конечно медикаментов мало Желательно их побольше, потому что приносят в основном Одежду, желательно больше Конечно лекарств Потому что людям, которые отсылаются на Украину В Луганск В Славянск Им нужны в основном бинты Что еще? Обезболивающие Ну все, что вот это Капельницы, растворы Есть список, мы даем Если люди приходят, что нужно Продукты нужны Ну, потому что там вообще Такая ситуация, что нету продуктов Вообще нету А не было таких случаев, когда приходили люди Ну, беженцы из Луганска Которые уже сюда приехали? Сегодня приходили парень с девушкой Они так поговорили Постояли, сфотографировались Ну, то есть тоже Как бы пожелали удачи Спасибо большое Сказали Ну, хорошие Они тоже Откуда-то с той местности Откуда-то То есть я не знаю Они как бы Ну, они приехали вот буквально на днях Недавно То есть к однокому Координатор триколора Макей Русинов Был на юго-востоке Украины И общался с ополчинцами На днях он отвез часть Гуманитарного груза В Луганск Мне, конечно же, как и всем Здесь нам Интересно было И задавал я им вопросы Как боевой дух И на что они рассчитывают И насколько они ощущают себя Хозяином положения Или победителями Или достойными противниками Украинским войскам Ребята, могу сказать, что ребята-стержни Таких ребят я видел Ну, очень редко в своей жизни И ребята-натуральные стержни После слов Наши деда не пускали сюда фашизм И мы его выбьем Но ляжем Но выбьем Вот такие ребята Ребят полегло много в тех боях Это был четверг На той неделе Бой был в среду Рассказывал он, как при нем Попала мина в парня И разорвало его На куски Как украинская армия стреляет Сначала стрелковым оружием По позициям ополченцев Потом из минометов А потом приезжает на танках И ездит по трупам Тех людей, которых они уже убили Но вот с этими зверями С этими не людьми Они борются И борются вполне успешно И позиции держат Позиции на подступах к Луганску Они сдали Вот На тот момент было 42 сотых Умерших, погибших 15 всего лишь раненых Именно для них мы передавали помощь Они запросили ее За 12 часов Как только начались бои И мы очень оперативно Среагировали Догрузили лекарства Потому что газель был относительно полный И часть лекарств Занецкого направления Перекинули на Луганск И они очень Очень хорошо нас благодарили Потому что нам было понятно Что эти медикаменты Действительно были нужны Сделали отчет буквально За несколько часов И вот что касается Луганского направления Сейчас помогали И едой Ребятам Отрядам Причем просят они Очень плохо То есть Они не просят Они просто говорят Какая у них ситуация И мы сами решаем Что нам делать Опять же Это еще одна черта Героев Черта людей Которые там за дело За идею А не за какие-то другие Плюшки Деньги Как это делает Украинская армия Мотиваторы там настоящие И я считаю Что эти ребята Выстоят И те кто приехал туда За деньги Они все-таки Скосят Макей Я знаю что Триколор включили В гуманитарный батальон Новороссии Да Да С четверга Опять же Потому что мы были В Ростове И подписывали документы Мы теперь Часть Отдельного гуманитарного батальона Новороссия Официально При том что Триколор Не зарегистрированная Организация Но как говорил Путин Главное чтобы были дела А не главное чтобы была регистрация И теперь у нас уже Фактически есть дела Это лекарства На 2 миллиона рублей Которые мы собрали В Воронеже И передали туда С последней машины Я лично отвозил Две сумки холодильника С инсулином На сумму Около 300 тысяч рублей Инсулина сейчас Достаточно Запасы инсулина Пополнены Холодильники Где-то на 4 миллиона Заполнены И из Ростова Под паспортные данные Под отчетность Это все увозится В Луганск И в Донецк Плюс мы еще стали Частью Общественной организации Содружества Так называемое Луганское землячество Это тоже очень важный шаг Потому что это такая Зарождающаяся Организация По луганскому направлению Которая еще о себе заявит Ну и максимальное количество Бумаг Для того чтобы Люди понимали Что все эти медикаменты Уходят не на сторону Куда-то А уходят непосредственно Тем кому они нужны Мы теперь можем предоставлять Копии у нас на палатке Всегда есть Уже сейчас Несмотря на то что Середина дня Но в палатке уже много Вещей Которые принесли Воронежцы Беженцам Которые в том числе Распределены Возможности им помогать С сегодняшнего Даже с воскресенья Был введен карантин Была введена Санитарная зона По всем лагерям Потому что Очень много Активных горожан Передавали Что считали нужным Им напрямую И соответственно Для того чтобы Как-то начать Контролировать этот процесс Координаторы Решили ввести Карантин Для того чтобы Централизованно Распределять Вечи которые им нужны И список Из тех вещей Которые мы собирались Катастрофически Сузился на 5 пунктов Теперь это Средства гигиены Женские Это подгузники Это носки Станки для бритья И пена для бритья Все И получается А мы собираем У нас очень много Одежды У нас очень много Детских вещей У нас очень много Детского питания У нас очень много Сухпайков И так получается Сейчас И я это наверное Буду делать С большим облегчением Мы передаем все Что мы сейчас имеем Все что мы не сможем Передать беженцам А мы хотели Развозить это В конце недели Мы это передадим На Донецкую область На Луганскую область Потому что там Изоляция Там магазины Уже практически не работают Или даже если работают То уже продают Очень мало вещей И практически ничего нет И это Это Краматорск Это Славянск Это Горловка По Донецкому направлению Ну и Луганск Со Свердловском Ну и с другими Населенными пунктами Куда мы это все Будем передавать И скорее всего Там это нужнее Я бы хотел обратиться Во-первых К беженцам Ребята очень интересные Ребята приехали Из большой беды Ребята все находятся В стрессе Это невооруженным глазом видно И у ребят очень странное восприятие Того что происходит там Во-первых И очень странное восприятие Того что происходит здесь И как человек Который общается каждый день С новыми прибывшими Своим ходом С семьями из Луганска С беженцами Которые находятся сейчас В лагерях Мне очень хочется передать ребятам Одну очень простую мысль в голову Чтобы она у них была Что в сказку пока еще Они не попали И нужно опуститься на землю сейчас И перестать летать в облаках И помнить только об одном Сейчас главное выжить И работу нужно искать любую На которой хотя бы платят деньги Для того чтобы было что покушать И второе Хотелось бы обратиться к ребятам К воронежцам Которые помогают Во-первых Огромное спасибо Тем кто поучаствовал В эти полтора месяца И принес нам медикаменты Принес еду Принес бронежилеты У меня большая просьба Пожалуйста Сосредоточьтесь сейчас Не забывайте о тех Кто воюет О тех кто Героически не уезжает Из своих городов Оккупированных фашистами Которые борются За свою свободу Помогают ополченцам Эти люди сейчас На самом деле герои И пример всем нам Во время когда В их дома Пришла война Они их не оставили И воюют И помогают И борются И живут И ходят за водой В Славянске За 5 километров от города Для того чтобы Накормить детей И дальше существовать Поэтому пожалуйста Помогайте им Им нужна помощь Помощь нужна солдатам Которые воюют Еда Элементарная еда Просто обыкновенная Лапша быстрого приготовления Крупы Вода Потому что когда мы Перегружали медикаменты И перевозили через границу Один газель уехал С нашими медикаментами Тысяч на 200 А другой газель уехал Просто с баклажками воды Тысяч на 10 И это равносильно Там для них Это равноценно То же самое что нужно Для госпиталей Лекарства То же самое Нужна примитивная Обыкновенная еда Чтобы выжать Обычным людям Которые там остались И героически Не выезжают оттуда Не бросают свое хозяйство Свою семью Своих стариков Которых невозможно Оттуда вывезти И поэтому Большая просьба К воронежцам Не забывать про них Очень много приносят Еды для беженцев Беженцы уже в мире Пожалуйста Помните про ребят Которые на войне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok